Дисциплина «Металлические конструкции» Лекция 6 Конструкция одноэтажных производственных зданий Часть 4 Тема лекции – колонны План лекции Типы колонн Расчеты конструирования стержня колонны База колонны В каркасах одноэтажных производственных зданий Применяются стальные колонны трех типов Постоянного по высоте сечения Переменного по высоте сечения Доступенчатый и в виде двух стоек Нежестко связанных между собой Это раздельные колонны В колоннах постоянного по высоте сечения Нагрузка от мостовых кранов Передается на стержень колонны Через консоли На которые опираются Подкрановые балки Вот консоль Стержень колонны Может быть сплошного Или сквозного сечения Большого достоинства колонн Постоянного сечения Особенно сплошных Их конструктивная простота Обеспечивающая небольшую Трудоемкость изготовления Эти колонны применяют При сравнительно небольшой Грузоподъемности кранов От 15 до 20 тонн И незначительной высоте цеха До 80 метров При кранах большой грузоподъемности Выгоднее переходить на ступенчатые колонны Которые для одноэтажных Производственных зданий Являются основным типом колонн Подкрановая балка В этом случае опирается на уступ Нижнего участка колонны И располагается по оси Подкрановой ветви Вот подкрановая ветвь Вот подкрановая балка В зданиях с кранами Расположенными в два яруса Колонны могут иметь Три участка с разными сечениями По высоте Это двухступенчатые колонны Вот представленный рисунок Двухступенчатой колонны Которая имеет Три разных участка По высоте С разными сечениями При кранах особого режима работы Либо делают проем В верхней части колонны Но Проем устраивается только в том случае Когда ширина ее Не меньше 1 метра Либо устраивают проход Между краном И внутренней гранью В верхней части колонны Вот здесь на рисунке Показан Проем В верхней части колонны Вот На этом рисунке Показан проход Между Надкрановой частью колонны Генеральный размер Примеры колонн Устанавливаются при компоновке Поперечной схемы Поперечной рамы В раздельных колоннах Подкрановая стойка И шатровая ветра Связаны Гибкими В вертикальной плоскости Горизонтальными планками Толщиной От 10 До 12 Мм Благодаря этому Подкрановая стойка Воспринимает Только вертикальное усилие От кранов А шатровая Работает Системой поперечной рамы И воспринимает Все прочие нагрузки В том числе Горизонтальную Поперечную От кранов Колонны Раздельного типа Рациональны При низком расположении Кранов Большой грузоподъемности И при реконструкции Цехов Например При расширении Колонны Производственных зданий Работают На Внецентренное Сжатие Значение Расчетных усилий Продольной силы М Изгибающего Момента В плоскости Рамы Мх И иногда В некоторых Случах Изгибающего Момента Му И поперечной Силы Ку Определяют По результатам Статического Расчета Рамы При расчете Колонны Необходимо Проверить Ее прочность А также Общую устойчивость Устойчивость И местную Устойчивость Элементов Для обеспечения Нормальных условий Эксплуатации Колонны Для Обеспечения Нормальной Эксплуатации Колонны Должны Обладать Также Необходимой Жесткостью Сечение Стопенчатых Колонн Подбирают Раздельно Для каждого Участка Постоянного Сечения Расчетные Длины Участков Колонн В плоскости И из плоскости Рамы Определяют В зависимости От конструктивной Схемы Сплошные Колонны Обычно Проектируют Двутавровое Сечение Для колонн С постоянным По высоте Сечением И надкрановых Частей Ступенчатых Колонн Применяются Симметричные Двутавры Если момент Одного знака Значительно Отличается По абсолютному Значению От момента Другого Знака То целесообразно Применение Несимметричного Сечения Для снижения Трудоемкости Изготовления Колонн Рационально Применение Прокатных Двутавров С параллельными Гранями Типаша Однако Расход Стали В этом Случае Иногда Несколько Увеличивается Составные Сечения Компонуют Из трех Листов Или Листов Из сварных А также Прокатных Двутавров При Компоновке Составных Сечений Необходимо Обеспечить Условия Применения Автоматической Сварки А также Местную Устойчивость Полок И стенки Стержень Внецентренно Сжатой Колонны Или ее Участок Должен Быть проверен На прочность Устойчивость Как в плоскости Так и из плоскости Рамы Поскольку Колонна Не подвергается Непосредственно Воздействию Динамических Нагрузок Ее Прочность Проверяют С учетом Развития Пластических Деформаций Колонны Практический Подбор Сечения Сплошных Колонн Удобно Выполнять В следующем Порядке Сначала Определяют Расчетные Длины Колонны Плоскости Рамы Для верхней И нижней Частей Отдельно Чаще всего Для верхних Надкрановых Частей Колонн Применяются Как правило Симметричные Двутавры После Определения Расчетно Длинные Стержни В соответствии С формулой Проверки Устойчивости Сплошной Нецентренно Сжатые Колонны В плоскости Действия Момента МХ То есть В плоскости Рамы Определяют Требуемую Площадь Сечения А требуемая Равняется Н Делено На Фи Умноженное На Расчетное Сопротивление Стали И на Коэффициент Условия Работы Гамма С Для Симметричного Двутавра ИХ Равная 0,43H 0,5H Зная Значение По ассортаменту Прокатный Двутавр С параллельными Гранями Полок Типа Ш Или Компонуют Сечения Из трех Листов Наиболее Выгодным По расходу Стали Является Тонкостенное Сечение Однако Минимальная Толщина Листов Ограничивается Условиями Местной Устойчивости При компоновке Сечения Ориентировочная Ширина Полки Может быть Определена Из условия БФ Должно Быть Больше Либо Равно А2 От 1,20 1,30 Л2 Где Л2 Геометрическая Длина Верхней Части Колонны Ориентировочная Толщина Полки Может быть Определена Из соотношения А требуемая Деленная На 4 БФ Ориентировочная Толщина Стелка Может быть Определена По формуле HV Деленная На 80,120 Где HV Должна Равняться H Минус 2 Т Округлив Полоченные Значения Толщины Стенки Поясов До Целых Значений Миллиметров А Средняя Полка До Значения Кратно 10 Миллиметров Определяет Площадь Полученного Сечения Скомпонованное Сечение Должно Удовлетворять Требованиям Обеспечивающие Местную Устойчивость Стенки И Поясов Пола Толщину Стенки Из Условия Местной Устойчивости Получает Довольно Большой Что делает Сечение Неэкономичным Особенно При высоте Сечения 700 Миллиметров И более В ряде Случаев Целесообразно Уменьшить Толщину Стенку Приняв Соотношение Высоты Стенки И толщины Стенки От 80 До 120 Толщина Стенки От 6 До 12 Миллиметров И Обеспечить Ее устойчивость Постановка Продольных Ребер Жесткости Расположенные С одной Или С двух Сторон Стенки Продольные Ребра Включают В расчетное Сечение Колонны Постановка Продольных Ребер Увеличивает Трудоемкость Изготовления Колонны И Целесообразна Только При большой Ее Ширине Более 1000 Миллиметров Поскольку Переход Стенки К потере несущей Способности Колонны Норма Проектирования Допускает Использование За критической Работой Стенки В этом Случае Неустойчивую Часть Стенки Считают Выключившей Из работы А расчетное Сечение Колонны Включают На два Крайних Участка Стенки Шириной 0,85 ТВ Корень Квадратный Е Деленная На Р Игрек Исключение Часть Стенки Из расчетного Сечения Учитывается Только при Определении Площади Сечения Все Остальные Геометрические Характеристики Определяются Для Целого Сечения Устойчивость Полок Двутаврового Сечения Обеспечивается Если Ширина Свеса К толщине Полки Меньше Либо равна 0,36 Плюс 0,1 Ляда Умножен Квадратный Под Корнем Е Деленная На Р Игрек Для Других Типов Сечений Б Свесов Ширина Свеса Толщину Свеса Указана В нормах Проектирования После Того Как Определили Геометрические Характеристики Принятого Сечения Это Площадь Момент Инерции Их Иу Момент Сопротивления Сечения Дх Радионус Инерции Сечения Их Иу Следующим Этапом Делают Проверку Устойчивости Верхней Части Колонны В плоскости Действия Момента По Формуле Сигма Равняется Н Деленая На Фи Х Множенная На Площадь Сечения Подобранную Это Нужно Быть Меньше Либо Равно Расчетного Сопротивления Множен Коэффициент Условия Работы Далее Проверяют Устойчивость Верхней Части Колонны Из Плоскости Действия Момента По Формуле Сигма Равная Н Деленая На Произведение С Умноженного На Фи Умноженного На Площадь Сечения Это Все Должно Быть Меньше Либо Равно Ру Умноженное На Гамма С Где Фи У Это Коэффициент Продольного Изгиба При Центральном С С Это Коэффициент Учитывающий Влияние Момента МХ При Изгибно Крутильной Форме Потери Устойчивости И определяется По Формулам И Таблицам Изложенных В Нормативных Документах И Справочниках Далее Проверяют Местную Устойчивость Поясов Стенки Местная Устойчивость Пояса Обеспечена При Выполнении Вот Этого Вот Условия Высота Стенки Делено На Толщину Стенки Меньше Либо Равно 4,35 Умноженное На Корень Квадратный Под Корнем В Числителе Скобка 2 Альфа Минус 1 Умноженное На Е В Знаменателе Сигма Умноженное На Скобку В Скобке 2 Минус Альфа Плюс Корень Квадратный Альфа Квадрат Плюс 4 Бета Квадрат И Все Это Должно Быть Меньше Либо Равну 3,8 Умноженное Корень Квадратный Под Корнем Числитель Е Знаменатель Р У Расшифровка Эта Формула Приведена Ниже При Недонапряжении Свыше 5% Или Перенапряжении Проводят Корректировку Принятого Сечения И повторяют Эту Проверку Заново Стенки Сплошных Колон При H ДВ Деленое На Т ДВ Отношение Высоты Стенки К толщине Стенки Равное 2,2 Умноженное На Корень Из Под Корнем Модуль Упругости Деленое На Расчетное Сопротивление Нужно Укреплять Поперечными Ребрами Жесткости Расположенными на расстоянии 2,5-3 HW Одно От Другого На Каждом Отправочном Элементе Должно Быть Не Менее Двух Ребр Размеры Ребр Жесткости Указаны В разделе Центрально Сжатых Сплошных Колон Сварные Швы Соединяющие Стенку И полку Суставных Сечений Следует Выполнять Сплошными Катеты Швов Назначаются В зависимости От Толщины Полок В колоннах Зданий Эксплуатируемых Неагрессивных И слабоагрессивных Средах При температуре Выше 40 градусов Цельсия Допускается Применять Односторонние Швы Кроме Мест Прямокрайня Кронштейнов Балок Вертикальных Связей И других Элементов Где Обязательно Двусторонняя Сварка Далее Выполняется Подбор Сечения Нижней Подкрановой Части Колонны Нижняя Часть Колонны Как правило Конструируются Несимметричного Сечения Для подбора Которого Рассматриваются Два Загружения С положительными И отрицательными Моментами Приближенно Можно Принять Что высота Стенки И расстояние Между центрами Тяжести Статическом Расчете Рамы Тогда Требуемая Площадь Равняется Н Деленная На Фи Умножена На Р Гамма С Где Н Это Максимально Из усилий Н1 И Н2 Фи Это Коэффициент Снижения Расчетного Сопротивления При Внецентренном Сжатии Он Определяется По таблицам В зависимости От условной Гибкости И Приведенного Экцентриситета МХ ЛХ1 Это Расчетная Длина Н Н Это Коэффициент Влияния Форм Сечения Определяемой По таблице После Выполнения Всех Этих Условий И Нахождение Радиуса Момента Инерции Сечения И Х И так далее Определяем Площадь Полок По формуле А1 Равняется А3 Бума Деленная На Коэффициент На Единицу Плюс К Минус Площадь Стенки Деленная На 2 Отсюда А2 Равняется А требуемо Минус А стенки И минус А1 Где А В Площадь Стенки Равняется А требуемо Умноженное На П И Равняется От 0.25 До 0.6 А требуемо Чаще всего Стремятся К тому Чтобы А1 Равнялась А2 Компоновка Сечения Проверка Подоброванного Сечения Его Корректировка Выполняется Точно Так же Как И Для Верхней Части Колонны В Ступенчатых Колоннах Под Крановые Балки Опираются На Уступ Колонны Для Передачи Усилия От Верхней Частей Колонны Под Крановых Балок На Нижнюю Часть В Месте Передачи Уступа Устраивают Траверсу Высоту Траверсу H-траверсы Принимают Равное 0,5-0,8 Ширины Нижней Части Колонны Усилие DX Максимальное Через Плиту Толщиной 16-25 Мм Передается На Стенку Траверсы При Передаче Усилий Через Фрезерованную Поверхность Стенка Траверсы Работает На Смятие И проверяется По Формуле Сигма Равняется D Максимальное Деленное На L Е Ф На Толщину СТ Траверсы И все это Должно Быть Меньше Либо Равно РП На Гамма С Где Л Е Ф Определяется Как Ширина Опорных Ребер Балок БОП Плюс Две Толщины Стенки Траверсы И плиты О Две Толщины Стенки Плиты Продольная Сила Н И Изгибающий Момент От верхней части Колонны Через Вертикальные Ребра Передают Нагрузку На Траверсу Запас Протности Допустимо Считать Что Усилия Н И М Передаются Только Через Полтни Верхней Части Колонны Шва Состоит Состоит Из Двух Ветвей Наружной Шатровой И Внутренней Подкрановой Связаны Между собой Соединительной Решеткой В двух Плоскостях По Граням Ветвей Для Колонны Средних Рядов Проектируют Обученность Симметричного Сечения С Сидеями Из Прокатных Профилей Бутавра Типа Ш Или С С С С С С Нижняя Решетчатая Часть Колонны Работает Как Ферма С Параллельными Поясами Поддействующих В ее Колонне Расчетных Усилий Н И М В ее Ветвях Возникает Только Продольные Усилия Поперечную Силу К О Воспринимает Решетка Несущая Способность Колонны Может быть Исчерпана В результате Потери Устойчивости Какой-либо Ветви В плоскости Или Из плоскости Рамы Или В результате Потери Устойчивости Колонны В целом Предположение Что она Работает Как Единый Рассмотрим Особенности Расчета Сквозной Колонны Так же Как И Расчет Сплошного Колонн Сплошного Сечения Расчет Начинается С определения Расчетных Длин Колонн Расчетные Длины Для всех Для верхней И нижней Частей Колонн В плоскости И с плоскостей Рамы Определяется Так же Как и Сплошной Колонны Подбор Сечения В верхней Части Колонны Подбор Сечения компоновка, проверка устойчивости плоскости действия момента из плоскости действия момента производится так же, как и сплошной колонны. Подбор стечений нижней части колонны. Ориентировочно положение центра тяжести колонны определяется по представленным ниже формулам, где М1 – это момент, догружающий ветвь 1, М2 – это момент, догружающий ветвь 2. Усилия в ветвях колонны определяются по следующим формулам. Ветви 1 по этой формуле, ветви 2 по этой формуле. Сейчас мы рассмотрим особенности расчета сквозной колонны. Требуемая площадь сечения ветвей определяется по формулам. Для первой ветвей и для второй ветвей. Требуемая площадь сечения ветвей. После определения площадей двух ветвей производим компоновку сечения ветвей. Ширину ветвей для обеспечения устойчивости колонны из плоскости рамы принимают равной. В должно быть больше, чем 1,20-1,30-я. Расчетная длина стержней части колонны или ее участка из плоскости рамы. Ветви колонны работают на внецентренное сжатие, поэтому уместная устойчивость полок и стенки каждой ветви должна обеспечиваться так же, как и внецентренно сжатых колоннах. После этого определяют геометрические характеристики принятых сечеях обеих ветвей и всего сечения в целом. По выше приведенным формулам уточняют значение продольных сил НВ1 и НВ2 в ветвях. Затем производят проверку устойчивости ветвей в обоих плоскостях. Устойчивость ветви 1 в плоскости колонны рамы определяется по этой формуле. Устойчивость ветви из плоскости рамы определяется по вот этой формуле. Аналогично проверяется устойчивость ветви 2. Сейчас мы рассмотрим расчет решетки под крановой части колонн. Расчет решетки производится так же, как и в ферме на действие наибольшей из поперечных сил Q максимально фактической, определяемой из расчета рамы. Достаточно близкое значение Q условное можно определить по следующей таблице в зависимости от площади сечения колонны и расчетного сопротивления R-Y. Давайте с вами рассмотрим расчет узла сопряжения верхней и нижней частей колонны – траверсы. В решетчатых конструкциях колоннах траверса работает как балка двутаврового сечения, нагружена усилием M, N и D максимально, имеющая пролет равной ширине нижней части колонны – N, B, N. Опорами для балки служат ветви колонны. Прочность траверса проверяется на изгиб и срез по формулам, представленным на экране. По прочности на изгиб и проверяется на срез. Переходим к следующему разделу темы «База колонн». База колонн. База является опорной частью колонны и предназначена для передачи усилий с колонна на фундамент. В состав базы входят плита, траверсы, ребра, анкерные болты и устройства для их крепления. Столики, анкерные плиты и т.д. Конструктивное решение базы зависит от типа колонны и способа сопряжения ее с фундаментом. Либо это жесткая, либо шарнирная. Шарнирные базы, подобны применяемым для центрально сжатых колонн и рассмотрены ранее. При больших усилиях базы шарнирных равных систем проектируются с использованием опорных шарниров – плиточных, балансирных. В производственных зданиях колонна в плоскости рамы имеет обычно жесткое сопряжение с фундаментом, а из плоскости шарнирная. Существует два типа баз – общая и раздельная. Для сплошных, а также легких сквозных колонн при ширине аж меньше 1000 мм, применяются общие базы. Для лучшей передачи момента на фундамент база вне центра нажатой колонны развивается в плоскости действия момента. Центр плиты обычно совмещается с центром тяжести колонны. Если момент одного знака по абсолютной величине значительно больше момента другого знака, возможно, конструкция базы с плитой, смещенной в сторону действия большего момента. На рисунке показаны варианты с общими базами для сплошных колонн. То есть здесь показывается, что может быть траверса одна на две ветви и двухстенчатая база с раздельными траверсами. Для передачи момента на фундамент база вне центра нажатой колонны развивается в плоскости действия момента. Центр плиты обычно совмещается с центром тяжести колонны. Под плитой в бетоне фундамента возникают нормальные напряжения, определяемые по формулам, представленным на экране. При большем значении изгибающего момента под плитой возникают растягивающие напряжения. Поскольку плита на фундамент лежит свободно, то для восприятия возможного растяжения устанавливают анкерные болты, которые являются расчетными элементами. Ширина плиты В принимается на 100-200 мм шире сечения колонны из условий прочности бетонного фундамента на сжатие. Из выше приведенной формулы можно определить длину плиты. Формула представлена ниже. Данный расчет базы аналогичен расчету базы центрально сжатой колонны. Усилия в анкерных болтах определяются в предположении, что бетон не работает на растяжение. Сила ФА, соответствующая растянутой зоне, и пюре напряжения полностью воспринимаются анкерными болтами. Исходя из уравнения равновесия сил относительно центра тяжести сжатой зоны бетона, усилие в анкерных болтах с одной стороны базы определяется по формуле, представленной ниже. При проектировании базы следует учитывать способ установки колонны на фундамент, установка колонны на подкладке с последующей выверкой или без выверочный метод. Для сквозных колонн как правило проектируют раздельные базы под каждую ветвь своя база. Ветви сквозной колонны работают на продольные осевые силы, поэтому их базы рассчитывают и конструируют как базы центрально сжатых колонн. Центр плиты совмещается с центром тяжести ветви и в противном случае в ветви колонны появляется дополнительный момент. Базу каждой ветви рассчитывают на свою комбинацию М и Н, дающую наибольшее усилие сжатия ветви в нижнем сечении колонны. Усилие, передающееся на базы, определяется по формулам, представленным на экране. При большем изгибающем моменте и небольшом продольной силе в одной ветви может возникнуть растягивающие усилия. Усилие воспринимается анкерными болтами и определяется по формуле, представленной ниже. Анкерные болты размещаются по осям ветвей. Теперь давайте посмотрим, как выглядит база колонны сверху в 3D. Здесь приведены конструктивные решения базы колонн. Причем вы видите, что база колонн отдельно конструируется под каждую ветвь. Следующее конструктивное решение базы колонн. Требуемая толщина плиты находится из условий ее работы на изгиб. Толщина определяется так же, как мы оговаривали выше, для центрально сжатых колонн. Из печения жесткости плиты, и уменьшение толщины в базе устанавливают траверсы и ребра. В легких колоннах применяются базы как с одностенчатой, так и с двустенчатой траверсы из листов или двух швелеров. Для более мощных колонн устраивают двустенчатые траверсы из листов. Траверсы могут быть общими для полок колонны и раздельными. Общие траверсы приваривают к полкам колонну наружными швами. Сварка во внутренней полости затруднена. Они работают как двухконсольные валки под действием отпора бетона и фундамента и усилия в анкерных болтах. Швы крепления траверсы воспринимают только сдвигающие усилия. Такие траверсы целесообразны при наибольшей ширине колонни до 500-700 мм. При большей ширине колонны более экономичны и удобны для сварки раздельные траверсы. Каждая траверса приваривается к полке колонны двумя швами и работает как консоль от отпора бетона или усилия в анкерном болте. Швы крепления траверсы воспринимают момент издвигающего усилия. Сечения и швы крепления траверсы рассчитывают на отпор бетона с соответствующих грузовых площадей. Работа и траверсы у ребра и траверсы расстреляют плиты на отдельные участки. Работа и расчет плиты аналогичны в базе центральной сжатой колонны. Так как напряжение в бетоне фундамента под плитой распределяется неравномерно при определении моментов на разных участках величину Сигма Б несколько в запас принимают наибольший в пределах каждого участка по эпюре напряжения в бетоне. Анкерные болты работают на растяжение и воспринимают усилия отрывающие базу от фундамента и возникающие при действии момента. Усилия в анкерных болтах определяют предположение, что бетон не работает на растяжении и растягивающая сила ФА в соответствующей растянутой зоне эпюре напряжения полностью воспринимаются анкерными болтами. Исходя из уравнения равновесия сил относительно центра тяжести зоны бетона, усилия в анкерных болтах и требуемого площади сечения одного анкерного болта, при расчете анкерных болтов необходимо принимать комбинацию нагрузок, дающие наибольшие растягивающие усилия в болтах. Исходя из условия появления растягивающих напряжений в бетонном фундаменте сигма-б минимальны, должна быть меньше нуля. При расчете анкерных болтов следует учитывать временные нагрузки m на n меньше либо равно l на 6. Если для постоянной нагрузки m на n меньше l на 6, то нас загружает анкерные болты. То значения n и m следует определять при коэффициенте надежности для постоянных нагрузок гамма F09. Анкерные болты закрепляют на специальных столиках и анкерных плитках. Анкерные столики работают по консольной схеме на изгиб. От усилия в анкерном болте анкерные плитки опираются на траверсы и работают как балки на двух опорах. При большом расстоянии между траверсами под анкерные болты устанавливают балочку из двух швелеров. Подсквозные колонны при ширине их 1 метр и более устраивают как правильно раздельные базы под каждую ветвь своя. Ветви сквозной колонны работают на продольные силы и силы поэтому их база рассчитывается и конструируется как база центрально сжатых колонн. Центр плиты совмещают с центром тяжести ветвей. В противном случае в ветве колонны появляется дополнительный момент. Базу каждой ветви рассчитывают на свою комбинацию сгибающего момента и продольные силы дающие наибольшие усилия сжатия ветви в нижнем сечении колонны. Усилие передающиеся на базы определяется по формулам упомянутым выше в лекции. При значительном сгибающем моменте небольшой продоле силы в одной из ветвей может возникнуть растягивающие усилия. Это усилие и будет восприниматься анкерными болтами. Из условий появления растягивающих усилий в анкерных болтах в сочетании учитываются нагрузки, для которых M деленное на M больше, чем Y1-2. Анкерные болты обычно располагают по оси ветвей. Конструкция базы должна обеспечивать удобство прихватки деталей при их сборке и доступной сварке всех швов. При проектировании базы следует учитывать также способ установки колонны на фундамент. При установке колонны на подкладке с последующей выверкой или на выверенную поверхность фундамента плита базы приваривается к стержню колонны на заводе изготовителя. В связи с высокой трудоемкостью этих способов монтажа трудоемкость выверки колонны сложность выполнения поверхности фундамента с высокой точностью основным в настоящее время является безвыворочный метод. Сущность его заключается в том, что первоначально на фундамент устанавливают опорные плиты с верхней фрезерованной поверхностью. выверку плит и установку их в проектное положение выполняют с помощью установочных болтов. После выверки под плиты подливают цементный раствор. Торец колонны изготовлений фрезеруют. На монтаже колонны устанавливают по севым рискам на опорную плиту. Высокая точность фрезеровки и установки плит обеспечивает проектное положение колонны без дополнительной выверки. Затем на анкерные болты надевают анкерные плитки и затягивают болты. После установки колонн стержень ее приваривают к плите конструктивными швами. При необходимости эти швы следует проверить на действие сдвигающего усилия. Передача же продольного усилия осуществляется через фрезерованные поверхности. При проектировании вазы для безвыворочного монтажа следует предусмотреть крепление установочных болтов. Толщина плиты должна быть на 2-3 миллиметра больше полученной по расчету для выполнения фрезеровки. База колонн не должна иметь длинных выступающих деталей, которые могут быть предупреждены при фрезеровке. Метод безвыворочного монтажа позволяет упростить и ускорить монтаж колонн и опирающих на них конструкции благодаря более точной установке колонн. Теперь, пожалуйста, ответьте на контрольные вопросы. Вам представим список литературы. литературы. Продолжение следует...